С ювелирной точностью механизаторы демонстрируют умение обрабатывать землю. Причем не как попало, а с соблюдением правил ремесла. За процессом следят судьи, члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации. Оценивается равномерность борозды, скорость, спашки и глубина. Всего 14 показателей. Прежде всего учитывается, скажем так, внешняя красота, которую после себя оставляет на поле пахарь, гармоничный вид вспаханной земли. Естественно, играют роль и другие факторы, более узкие такие. Все эти критерии заранее известны участникам. То есть они, выходя на пашню, владеют полностью этой информацией и должны этому соответствовать. 39 регионов России впервые на чемпионат прибыли аграрии из Карелии, Сахалинской, Кемеровской и Иркутской областей. Однако много было и тех, кто уже далеко не впервые показывает свои умения на пашне. Я вот третий год уже участвую. Начал сам из Башкирии. В том году в Суздале было, в этом году здесь, в Саранске. Это главный приз чемпионата. Его можно использовать как в транспортных работах, так и в полевых. Единственный колесный трактор четвертого тягового класса, который спроектировали и производят в России. На следующий год на этой площадке состоится мировой чемпионат. Давайте сделаем так, чтобы чемпионат мира по пахоте прошел достойно. Это, наверное, один из самых действенных инструментов в той геополитической обстановке, в которой сегодня находится наша страна. Давайте будем открытыми для иностранцев. У нас уже был чемпионат мира по футболу, теперь будет чемпионат мира по сельскому хозяйству. На этом же чемпионате, пока еще российского уровня, победителей выявили в нескольких номинациях. Причем среди них и девушки. Неужели, как так? Я выиграла, у меня первое место. Как тебе чемпионат? Очень понравилось, море эмоций, вообще нечто. Что ты можешь сказать о своих соперниках, насколько это сильные пахари? Все ребята молодцы, они прям тоже старались. Ну не знаю, как получилось, что я выиграла. У нас и отрыв между участниками небольшой был. Приятным музыкальным подарком для участников и гостей стал концерт группы «Браво». Все это можно сказать и о героях чемпионата, российских пахарях. Анастасия Михайлова, Елена Решетникова, Юлия Мамаева, Евгений Фролгин, Сергей Соколов, телеканал «Юрган» при содействии Народного телевидения Мордовии.